Университет приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана в студии Адели Шамилова, сегодня в выпуске. Казанский федеральный признан одним из самых привлекательных вузов. Кувийцкая нефтяная компания проявила интерес к разработкам КФУ. Киргизия переживает большие политические изменения. Казанский федеральный университет вошел в топ-3 по привлекательности российских вузов среди иностранных абитуриентов. Сколько иностранных студентов уже обучается в КФУ и какие направления подготовки являются самыми популярными, расскажет наш корреспондент. В тройку наиболее привлекательных для иностранных абитуриентов российских вузов вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет. Об этом сообщил руководитель федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова. По информации пресс-службы Россотрудничества в Казанский федеральный университет подано 2194 заявки от иностранных абитуриентов. Наиболее востребованными специальностями для иностранцев стали лечебное дело, экономика, международные отношения, менеджмент и юриспруденция. Как сообщил единому информационно-издательскому центру КФУ директор департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов, в настоящее время общее количество обучающихся иностранных граждан в Казанском федеральном составляет 6657 человек из 94 стран. Это и большая работа сотрудников ДВС по привлечению. Институты сейчас проявляют гораздо большую активность, выезжают в соответствующие, скажем, более для них привлекательные страны и проводят работу с школьниками, с выпускниками, объясняя, рассказывая. В первую очередь это, конечно, страны ближнего зарубежья. По словам главы департамента, в этом учебном году по основным образовательным программам на 1-й курс КФУ принято 1852 иностранных обучающихся. Скорее всего, эта цифра еще взрастет, потому что не все студенты успели доехать до места учебы. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Универньюс. Уже на протяжении 22 лет в Казанском федеральном университете собираются как известные, так и начинающие ученые, а также студенты-аспиранты. Их объединяет Международная молодежная научная школа, где они обсуждают вопросы когерентной оптике и оптической спектроскопии. Подробности далее. В фойе научной библиотеки имени Ленина Казанского федерального университета проходит регистрация участников. Все они приехали на 22-ю международную молодежную научную школу когерентной оптикой и оптической спектроскопии. В конференц-зале прошло открытие, где с приветственными словами выступил ректор школы Мигзюм Салахов. Вопросы темы оптика и оптической спектроскопии в последние годы очень много внимания уделяется вопросам. Нанофотоники, фотоники, самые перспективные такие исследования. Конференция, она играет большую роль для ученого. Это, во-первых, знакомиться с последними достижениями, когда есть статья, потом встречи очень важны. В рамках школы обсудят перечень научных проблем, таких как атомная и молекулярная спектроскопия, квантовая теория излучения, проблемы квантовой оптики и другие. Свои доклады представят студенты, аспиранты и молодые ученые. А известные ученые выступят с лекциями. В этой научной школе я уже принимаю участие, начиная с 96-го года. Мы здесь проводим лекции и передаем опыт и знания молодому поколению. Доклады участников будут опубликованы в сборнике трудов школы. А лучшие молодежные выступления будут отмечены дипломами. Завершится научная школа 11 октября. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Самая маленькая из всех среднеазиатских республик Киргизия переживает значительные изменения своей политической системы. Так утверждает эксперт по стратегическому планированию программы развития организаций Объединенных Наций Алмазбек и Деризов. О том, какие еще темы затронул спикер на встрече со студентами, расскажет наш корреспондент. Казанский федеральный университет В отношении Киргизии с Китаем, по мнению эксперта, обе эти темы являются достаточно актуальными по той причине, что на сегодняшний день в Киргизии продолжается трансформация политической системы и идут активные политические процессы. Поэтому это достаточно такая животрепещущая тема как для жителей Киргизии, так и для ее соседов, с учетом того, что последние события, когда Киргизия вступила в ЕАЭС, ее участие и с новыми президентами ориентация была по российскому направлению. В КФУ стало на одного ученого больше. Ученый-биолог Валериан Гаранин получил почетное звание «Заслуженный эколог Республики Татарстан». Подробности в нашем следующем сюжете. 6 октября в Зоологическом музее КФУ прошло награждение «Заслуженного эколога Республики Татарстан». Во время торжественной церемонии в КФУ звание Валериана Ивановича выручил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков. Награда казацкому ученому присвоена за заслуги в сохранении и приумножении природных ресурсов, активную научную деятельность. Несмотря на свой почетный возраст, Валериану Гаранину 90 лет. Он продолжает трудовую деятельность в должности инженера отдела позвоночных, проводит экскурсии для посетителей, ведет исследования в области биологии. Валерий Иванович долгие годы посвятил как раз вопросам сохранения природных сообществ Республики Татарстан, изучению их и воспитал целую плеяду учеников. Валериан Иванович – один из крупнейших отечественных зоологов, герпетологов. Всю свою жизнь он посвятил экологической отрасли. После торжественной церемонии Валериан Гаранин лично провел экскурсию по залам музея для министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Диана Шилова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. Проекты ученых Казанского федерального университета по добыче нефти применят в Кувейте. Что предложил КФУ главной нефтяной компании в этой стране, узнаешь в нашем сюжете. Руководитель приоритетного направления «Эко-нефть» Михаил Варфоломеев и заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий по инновационной деятельности Владислав Судаков посетили Кувейтскую нефтяную компанию. На встрече они представили разработки ученых Казанского федерального университета по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Кувейтская нефтяная компания является дочерним предприятием Кувейтской нефтяной корпорации, главной и единственной компанией страны по нефтедобыче. Государство Кувейт является одним из лидеров экспорта сырой нефти. Представители компании проявили интерес к проекту КФУ по работе на сложных месторождениях. Проект касается сложных месторождений, сложно построенных. Коллеги хотели бы узнать, откуда, из какого пласта течет нефть, из какого пласта течет вода и определить действительно происхождение той или иной добываемой жидкости. Тяжелые нефти также являются сложностью для Кувейтской нефтяной компании. В этом направлении ученые Казанского университета также предложили решение. Кувейтская нефтяная компания есть несколько месторождений именно с тяжелыми нефтями, и для их разработки необходимы определенные технологии. И одна из технологий, которые разрабатывает Казанский университет, их очень заинтересовала, это концепция подземной переработки тяжелой нефти под землей, которую мы реализуем совместно за счет теплового воздействия и использования катализаторов. Оба проекта были обсуждены в Кувейтской нефтяной компании, и было принято решение развивать сотрудничество. Артем Тупичкан, Владимир Нелюбин, Универньюз. Праздник творчества, буйства, красок, ураган эмоций – все это лишь малая часть эпитетов, которыми можно описать прошедшую неделю для Елабурского института КФУ. Суденческая жизнь здесь буквально закипела, и причиной тому стал традиционный фестиваль «Смотр-конкурс первокурсников». Подробности прямо сейчас. В Елабурском институте КФУ состоялся фестиваль «Смотр-конкурс первокурсников». На протяжении трех дней факультеты представляли свои концертные программы, раз за разом удивляя зрителей и членов жюри своими творческими находками и смелыми задумками. Концерты, не подарившие всем участникам массу ярких впечатлений, стали подготовительным этапом к тому и самых ярких выступлений этой осени. 15 октября лучшие номера фестиваля будут представлены на галоконцерте, который пройдет в Елабурском дворце культуры. Адель Шамилова, Камиля Юрикова, Ильшат Ахмадеев, Универ-Ньюс. На этом все на сегодня. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok